Всем привет, друзья! Итак, в этом видео мы рассматриваем, что такое рахукалам, что это за временной отрезок в течение суток. Мы говорим с вами о четырех промежутках времени, которые встречаются в каждые сутки. И как мы можем их использовать? Абхиджит Мухурта мы уже рассмотрели в одном из предыдущих видео. И в этом видео говорим о том, что такое рахукалам и как его использовать. Несмотря на то, что это самый неблагоприятный отрезок времени в течение суток, мы тоже его можем определенным образом использовать. Хотя бы не начиная в этот отрезок времени никаких важных дел, не назначая на этот отрезок времени никаких важных встреч, переговоров, сделок и так далее. И не назначая на него начала какого-либо важного дела. Даже вот таким пассивным образом мы этот отрезок уже используем. Но мы можем этот отрезок использовать и активным образом. Например, откладывая на этот отрезок какую-нибудь активность, связанную с нашей внутренней жизнью. Например, почитать какую-то книгу о своем внутреннем мире по психологии, что-то связанное с духовным миром, духовной жизнью, духовными наставниками, какими-то святыми или еще чем-нибудь, какими-нибудь духовными практиками, какой-нибудь религиозной жизнью и так далее. Вот это все, что касается духовной жизни, в любой неблагоприятный отрезок времени, будь то в течение суток или если какой-то неблагоприятный день целый у нас выпадает, и мы посвящаем такой активности весь день, это считается деятельность благоприятной. Потому что мы таким образом извлекаем свои потоки внимания и активности из внешнего мира и направляем их внутрь. И таким образом мы вот этот отрезок времени используем на благо своей душе. И это в любом случае благоприятная деятельность, благоприятная активность. То есть таким образом мы неблагоприятный отрезок времени используем благоприятным образом, то есть себе во благо. Потому что любая деятельность на пользу своей душе, она всегда благоприятна. Таким образом, вот этот промежуток в течение суток рахукалом, он бывает разный по длительности. Ну, как правило, это от полутора до двух часов обычно это бывает. То есть, это две мухурты и больше. Вот, то есть, таким образом мы этот промежуток времени используем. Мы на него не планируем ничего важного, связанного со внешней активностью. При этом мы можем на этот промежуток времени планировать все, что связано с нашей внутренней жизнью. Вот, это касается второго промежутка, важного такого в течение суток рахукалом. Опять же, повторюсь, эти четыре промежутка, которые мы сейчас рассматриваем в этих коротких видео, они есть в каждых сутках. В каждых сутках есть Абхиджит Мухурта, в каждых сутках есть Рахукалом, в каждых сутках есть Гулика Калом, об этом я запишу следующее видео. И в каждых сутках есть Яма Гандам, об этом будет еще следующее видео. Вот эти четыре промежутка есть в каждых сутках. И просто такой нюанс, что Абхиджит Мухурта у нас фиксированы 24 минуты до полудня, 24 после полудня. А вот эти три остальные промежутка, они плавают от суток к суткам, время на которое они приходятся, эти промежутки, они меняют свое расположение на шкале суточного времени. И последнее, что хочется сказать про вот этот Рахукалом, неблагоприятный период, если он нахлёстывается, идет внахлёст на Абхиджит Мухурту, то, к сожалению, Абхиджит Мухурта у нас становится меньше. То есть, ту часть Абхиджит Мухурты, на которую у нас идет внахлёст Рахукалом, мы рассматриваем как Рахукалом, как неблагоприятный. И такое случается, к сожалению, нередко, ну, так в среднем где-то раз в неделю, иногда два раза в неделю, иногда чуть реже, но такое случается. И таким образом у нас Абхиджит Мухурта ужимается, но обычно Абхиджит Мухурта не бывает меньше, чем 24 минуты. То есть, вот это 24 минуты, как минимум 24 минуты, каждый день у нас есть вот такого прорывного времени, на которое мы можем назначать самые важные дела, самые важные встречи. Вот, это всё, что касается Рахукалом. Следующее видео будет записано о таком отрезке времени, как Гулика Калом. Спасибо. Спасибо.